а всем доброго дня потихонечку ребят подходит сегодня мы продолжаем с вами говорить про контекст свободной грамматики и точнее мы с вами должны изначально закрыть тех долг который у нас остался с прошлого раза мы доказывали почему к с грамматики эквивалентные по автоматам напоминаем автомат вкратце это автомат который мы еще сбоку припеку пределом стек и этот стек нам позволяет делать всякие интересные возможности если у вас уже были семинары по автоматом то вы видели что при помощи автомата можно эмулировать не отрицательные целые числа при помощи mp-автомата и 2 стековых символов вообще моделировать множество целых чисел то есть у нас появляется какая-то достаточно простая арифметика которую мы с вами можем отслеживать вот и мы потихонечку с вами начали доказывать что mp-автомата эквивалентная к с грамматика каким образом мы это сделали мы сначала идем из к с грамматики из mp-автомата строим к с граммать каким образом мы с вами заметили что если у нас нас так как кладется какая-то буква в переходе на мы говорим что у нас правила такие что у нас на стеке либо кладется буква либо вынимается букву да мы специально привели граммать комеда и мы заметили что на самом деле как только мы положили стак какую-то букву то мы можем выложить ее в какой-то момент времени это важно ну и вообще если посмотреть на всю длину пути то есть на максимальное количество того что происходит действие посмотреть на все операции добавление удаление стека то это будет правильно скобочная последовательность это такое интересное замечание которое возможно нам где-то еще понадобится вот и мы с вами строили переходы такие напоминаю как мы строили сами грамматику значит мы сказали что давайте мы состояние точнее не терминал новой грамматики это будет пары состояний и в котором мы говорим следующее что если у нас мы находимся в паре одно состояние то же самое станет мы можем выводить эпсел из стартового состояния мы мы выводим а а из q0 куджит а где куджит и принадлежит ф напоминаю что эти пары состояния такие что мы можем выводить что-то на пути между этими двумя вершинами при этом не меняя стек это важно то есть так какой был до такой и остается после и сказали что если у нас с вами есть такая картинка что мы сначала написали какую-то букву а потом мы сняли эту же букву а здесь мы находились состояние куитом вышли здесь куда там здесь куэртом квестом а здесь у нас куто это и куджит и да ищем первый момент когда мы пробили вернули стек на тот же уровень тогда между куэртом и куэстом и стак не меняем и между куто там и куджитом мы тоже так не меняем поэтому мы можем написать правило из а и g от еда g в котором мы стак не меняли мы кладем букву а которая была в правиле но заметь что тут можно могла быть не только буква здесь могло быть пустое слово дальше мы не меняя стек идем от это вершины rd с это а рс потом мы снимаем букву которая была или опять же пустое слово и потом у нас кладется от и g то я которая не меняет нам стек вот такие вот свойства у нас были и мы с вами в прошлый раз формулировали лему сказали что вот этого свойства не изменить неизменности стека то есть если у нас из а и g то выводится слова в грамматике g тогда и только тогда когда по сути от куитова до куджитова мы можем прочитать слова не изменяя стек мы с вами доказали лему в одну сторону и показали как из лима будет следовать утверждение теоремы вот мы в прошлый раз это в конце сделали и так давайте теперь это напоминание предыдущей серии вы текущей серии мы начнем с того что покажем действительно что то что мы с вами тут написали это правда то есть со стороны и справа влево и опять же нам опять же придется использовать такое слово как индукция давайте поймем индукция по какому параметрам у нас тут будет идти почему у нас индукция будет с вами сейчас количество правил да по количеству переходов каких еще раз переходов а по перехода в грамматике в автомате то есть мы пришли значит у нас есть куи дубль в эпсилон и мы перешли в дайте тут не напишу количество шагов к за к шагов в грамматике м мы перешли в состоянии куджит и ипсион ипсион а ты за к шагов мы переходим отсюда и нам нужно будет показать что если мы за к шагов это умеем делать то мы можем его из а и g мы можем выводить w база индукция давайте поговорим за базу индукция чему у нас с вами к будет равно в базовом случае нужно просто мы же уже по грамматике научились строить автомат нет нет мы еще не научились мы еще будем учиться строить смотрите значит за сколько шаг за сколько шагов что паре мы можем с вами от одного состояния перейти от одной конфигурации перейти к другой конфигурации можете через повторить что мы доказываем а мы доказываем следующий факт вот вот он типа мы доказываем что если мы из куитова доходим так уже это не менее при этом стек и прочитывая слова w то из состояния это из правила грамматики а и gt мы можем вывести слова w мы сейчас доказываем там справа налево индукции по количеству шагов вот здесь вот ну давайте посмотрим за один переход сначала база но хочется можно сказать за один можно еще сказать проще за ноль да это значит что мы просто в той же самой конфигурации остались давайте напишу даже ну мы можем у нас что про позволяет этом она наименьше рефлексивное позитивное отношение то есть рефлексивное она сама и сам она сама из себя тоже выводят поэтому тогда мы понимаем что если мы из куитова по дубль в поэпсилон за ноль шагов вывели у gt epsilon epsilon то во первых у нас в равно куитая равно куитая да а что нам надо показать нам надо показать что из а и джи того мы мы вводим w и в нашем случае получается что это из а и и выводится эпсилон а можем мы сейчас связали и вывести эпсилон из нашей грамматики тут надо на слайда посмотреть ну да потому что у нас есть правило вот то есть вас мы доказали с вами дух теперь переход предположим что мы с вами из куитова дубль в эпсилон за ка шагов переходим в у gt epsilon epsilon а тогда нам надо посмотреть каким образом мы это могли сделать да тогда значит поскольку поскольку стак пустой давайте посмотрим что у нас происходит за один переход когда мы из куитова дубль в эпсилон за один шаг переходим давайте состояние какой-то qrt здесь у нас что с вами получается давайте мы обозначим это слово у а здесь смотрите у нас будет а почему здесь точно будет а а обязательно что-то делаем да так как так как давайте существует а так как мы либо кладем на стак либо снимаем со стаком ну а второй вариант там невозможно потому что у нас так и так пустой давайте я буду невозможный случай обозначать буковкой f значит тогда у нас есть какое-то а тогда пусть qs какой-то переход в qt это первый момент когда мы а сняли когда мы этот а сняли со стака мы его должны были снять тогда смотрите что у нас получается давайте я вот тут вот буду выделять мы дошли до состояния qs при этом у нас с вами стак не поменялся потому что следующим шагом мы за один переход с вами снимаем тут с астека давайте мы путают тут обозначим слово в а здесь мы обозначим это слово за x вот и потом за какое-то количество шагов мы с вами из этой штуки мы должны перейдем в коджи эпсилон эпсилон нам не важно как кольщиков на вас что здесь за один шаг мы что-то делаем теперь давайте пазл собирать а из вот этой штуки давайте я буду подчеркивать из вот этого перехода что мы можем сказать мы можем сказать давайте я буду помечать это зеленым что мы с вами можем иску этого взять какой-то символ а сняв со стака эпсилон перейти состояние qr и положить а на стек это у нас принадлежит правильной грамматики причем мы с вами понимаем что из этого соотношения следует что w равняется она в ой она у потому что мы эту букву а должны были прочитать 1 теперь смотрите на красную картин теперь давайте посмотрим с вами на красный переход из красного перехода мы с вами можем сказать что у нас qr у а переходит в qs в а не меняя стек значит существует такое давайте его назву у штрих такое что у равно у штрих в при этом а что важно нам сказать что qr у штрих и все выводит у с эпсилон эпсилон и чем мы здесь мы можем что мы здесь можем применить да вот этого факта прензитивность индукцию предположение индукции да конечно же тогда по предположению индукции мы получаем что из а рс у нас выводится у штрих так теперь давайте еще каким другим цветом обозначим давайте теперь синий возьмем объясним себе вот этот переход из этого перехода мы можем сказать что у нас из qs по какой-то букве b снимая со стека а мы переходим состояние qt получаем и нас так кладем эпсилон она будет лежать правила грамматики причем замечу что у нас в равно bx будет сразу скажу чтобы а а этому либо буквы либо пустые слова и теперь давайте объясним еще какой-нибудь еще один переход который у нас с остался давайте обозначил серым цветом серый переход здесь все аналогично на самом деле получается что qt x эпсилон выводит qg эпсилон эпсилон следовательно опять же по предположению индукции мы получаем что из а т житого у нас с вами выводится слово x ну что делать за меньшее количество шагов теперь давайте собирать все что у нас с вами получается давайте я обведу дайте подчеркну наверное нибудь голубым цветом смотрите теперь внимательно что у нас с вами есть у нас есть вот такое правило раз есть такая штука есть такая штука есть такая штука теперь давайте сравним с тем что у нас происходит справа из qi эпсилон qr а из qsb эпсилон у нас qt эпсилон да я напомню что тут баг в правиле был из а т житого выводится x но 4 этих правила да вот я кажется их писал в прошлый раз солны их или нет да вот они у нас qi эпсилон qr а у sb а qt эпсилон ну и дальше у нас получается а тоже выводит какое-то слово и а раз выводит это же слово что это нам дает это нам дает следующее у нас получается с вами часть куда давайте я буду вот так обозначать важные вкладки а из этого у нас получается что у нас так как у нас есть правило а и житая выводится а ну поскольку мы стек опустошаем сейчас покажу тем это делаем вот давайте выше 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 вот значит qi t в эпсилон qg эпсилон чем поэтому мы а и житая теперь смотрим что у нас происходит у нас есть а дальше у нас есть какое-то а rs вот она дальше у нас с вами есть б которые мы сняли со стека а а здесь у нас получается отожитая и этом и это у нас есть такое правило грамматики то мы получаем с вами что из а и житого мы с вами выводим а а rs b а ты житая причем смотрите из а рс мы выводим а у штрих здесь мы вводим b а здесь мы вводим x тогда поскольку у нас bx это в то получаем а у штрих в дальше давайте буду равенство уже писать здесь у штрих в равно у а у нас w предположение доказано то есть надо просто аккуратненько собрать все блоки воедино я я пытаюсь теперь это все цветами обозначать как цветовая гамма помогает лучше воспроизводит воспринимать информацию вообще благодаря этим цветам прекрасно да и смотреть как бы там немножко так удобнее ну да да и тогда я буду какие-то основные факты цветами расписывать ну благо у нас теперь онлайн доска но ты в ней есть не только один два цвета цвета в него есть общий набор цветов понятен этот переход ну вот это лима то есть по сути мы с вами лима в обратную сторону доказали вот если мы мы с вами потом выводили теорему мы это мы с вами прошлый раз обсуждали давайте я теперь сейчас вот так вот сделаем магию давайте давайте я после лекции эту магию сделаю я встал сделаю посту вот сюда вот куда-нибудь в доску вы сейчас доказали что одно под множество другого да мы сейчас доказали что любой автомат распознается к с грамматикой вот теперь нам надо теперь нам надо сделать обратный переход из к с грамматики построить мп автомат дайте здесь место оставлю потому что и вот сюда мы будем вставлять доказательства теорема даже чуть чуть больше давайте теперь тогда мы поговорим с вами о переходах из к с грамматики в мп автомат на самом деле здесь все интуитивно проще опять же тут будет ли мы 2 точнее 1 но правило намного проще смотреть идея очень простая она заключается в том что давайте вот у нас есть к с грамматика да по сути что она говорит что каждое правило говорит что у нас есть какая-то левая часть которая раскрывается в некоторую правую часть да но на самом деле это не что иное как эмуляция стека вы берете вынимаете со стека левую символ с левой частью правила и добавляете то что у вас находится в правой части правила сейчас я поясню это формальнее вот смотрите давайте обозначим опять же у нас есть mp автомат с вами точнее у нас есть к с грамматика пусть он уже это n sigma ps и мы с вами говорим давайте заведем два состояния q0 и q1 я сейчас картинку перерисую значит здесь у нас с вами будет правило такое мы со сэпсилона снимаем то есть мы читаем букву эпсилон снимаем со стака эпсилон а здесь мы с вами будем делать вот такую вот вещь то есть мы добавляем стартовый символ но по сути это такой маркер того что мы начали разбор грамматики если допустим у нас с вами грамматики было правило с а с б с с эпсилон это грамматика для psp напомню у нас с вами для правильных скобочных последовательностей то мы сделаем очень простую вещь давайте добавим правило здесь во первых если у нас с вами мы читаем букву а до в том случае если у нас на стеке находится эта буква а здесь важная особенность что стековый алфавит у нас является подможеством основного здесь если у нас со стека идет б то даем вот так то есть тем если мы на стеке встречаем терминал то мы его считываем пишем букву вот если не так то и здесь мы еще добавляем интересное правило для для этого случая она будет такое мы берем читаем пустое слово и по сути пользуемся раскрытием правила здесь важно только история в том что правило здесь читается в обратном порядке видите то есть у нас связывается а с б с но поскольку у нас по сути слова читается в порядке очереди то есть у нас символы читаются по порядку а стек он работает немножко в обратном порядке в обратном порядке то есть если у нас чтение слова это лифа last in first out нет стоп очередь это фифа first in first out то стек это у нас наоборот ли фоласты first out вот за счет этого нам нужно по сути сделать перевод с порядка справа 0 вот вот такая вот вот такая вот у нас грамматика с вами будет точнее в такой у нас с вами mp автомат будет получаться и теперь смотрите что мы будем доказывать с вами дайте опять же выше дайте я опять же нужно будет с вами показать лему которая говорит что из а мы выводим слова w тогда и только тогда когда из q1 в а мы можем вывести у один эпсилон эпсилон опять же лима будет оказываться в обе стороны давайте прежде чем мы поговорим с этим давайте поймем как из лима мы выведем наш те наш теорему а это какой-то не терминал в грамматике да просто у нас по сути говорим что вот у нас есть какое-то слово да мы можем по сути сделать следующее вот у нас на стеке лежит буква а мы можем это здесь выводим как а грамматики а а здесь при помощи ставят того что она лежит на стекам и попытаемся прочитать от слова целиком ну давайте теперь из лима мы с вами попробуем теорему соорудить значит что такое у нас в принадлежит языку задаваемой грамматикой тогда и только тогда когда у нас из с мы выводим какое-то слово w и пользуясь лимой что мы получаем мы получаем что из q1 w с мы можем в прочитать q1 эпсилон эпсилон давайте я вот как раз подчеркну его краски и красным цветом и переход тоже обозначу красным цветом это значит что он появился у нас из лима но смотрите как мы можем добраться в q1 эпсилон эпсилон из q1 в с давайте соединим это двумя вещами я сейчас такую перемычку с вами с вами сделаем и так теперь смотрите важно из q0 давайте нет если у нас в лежит в языке задаваемым мп автоматом тогда и только тогда когда у нас из q0 w и все мы можем с вами прочесть кстати вот это забыл сказать что это станет будет завершающий q1 эпсилон эпсилон давайте посмотрим на на первый переход что у нас за один переход с вами осуществляется мы берем используем правило q0 эпсилон эпсилон у 1s это значит что за один раз у нас с вами здесь ничего не меняется а здесь у нас меняется вот так вот такая транзитивность у нас появляется ну а теперь обратим внимание что у нас с вами в нижней части и что у нас с вами верхней части потому что у нас никакого другого правила нету то есть это первое правило которое у нас есть для того чтобы скуль вообще как-то выйти нам нужно и старта дойти до стартов станет дойти за завершающего и да ну один переход есть поэтому этот с должны положить на стак вот мы видим что вот эти два факта они ровно одинаковые вот этот вот переход у нас появляется так как давайте тоже подпишу надо дойти до конца только один вот если мы с вами доказали теорему теперь давайте если вопросы по лиме если нет вопросов по лиме то мы с вами сейчас будем доказывать киев еще раз почему мы доказали теорему можете просто повторить а почему мы к теорему значит еще раз если у нас слово лежит в языке сдаваем грамматика тогда и только тогда когда из-за свой с w до излемы мы получаем что вот это вот по факт давайте а не так написал сейчас давайте сотру немножечко тут красные сотру я понял вот тогда вот этот переход у нас обеспечивается лимой а из-за свойства больно тогда так как раз к 1 в и с вводят с к 1 и все наши с другой стороны у нас вы лежит языке задумаем автоматом тогда только тогда когда из к нулевого в эпселон 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 но поскольку мы должны совершить один переход в и он обязательный то по сути принадлежность языка автомату эквивалентно к тому что обведено синий голубой рамочки до смотрим на то что в голубой рамочки скину 100 голубой рамочки сверху понимаем что это одно и то же поэтому у нас с вами вот тут тоже появляется вот такого перехода сейчас вот то что на доске написано справа эти правила мы и добавляем да 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 ну то есть вот такие правила перехода у нас автомате вот теперь давайте докажем лему опять же давайте в обе стороны начнем я не помню тут написал если индукция или нету а нет индукции ну поехали значит первый факт которым мы так будем доказывать что если а лежит и заводится дубль в тогда и только тогда как точнее из этого будет выводиться что из q1 в а у нас выводится у один эпселон эпселон давайте поймем каким образом это мы с вами сможем сделать на самом деле это делается индукции по длине и дерева вывода у дерева вывода есть длина напоминаю что дерево вывода это последовательность выводов из одного не терминала какое-то слово да если это представляете давайте напишу количество ребер в дереве ну то есть каждое ребро это переход по раскрытие по правилам грамматики и так давайте с базы начнем тут можно как поставить это параметр будет к база к равняется единице тогда у нас из а за один шаг выводится слова w а но что такое слово w давайте его обозначим пусть w это у нас w1 w2 и так далее wнт тогда давайте собирать этот переход что у нас получается у нас получается что из q1 в а а мы какое у нас правило получается у нас получается правило тут очень важно смотрите q1 w и у нас слова разворачиваются дубль в н дубль в н минус один тогда далее дубль в один так как а у нас с вами выводит дубль в один дубль в н и у нас в итоге есть правило которое говорит что из q1 епсилон а мы кладем на стек у 1 и на стать мы кладем слова дубль в реверснутое вот это нам важно то есть мы берем переворачиваем слова и тогда мы начинаем эти буковки снимать с вами снимаем по одной букве сначала снимается первая буква дубль в н дубль в н так сейчас дубль в н дубль в минус один так далее дубль в два потом еще раз снимаем букву q1 дубль в 3 ну понятно что если букв у нас меньше будет то в 3 ну и так повторяем у нас получается q1 дубль в н дубль в н и после этого у нас получается q1 епсилон бас доказали теперь переход давайте посмотрим на первое раскрытие а что это значит смотрите у нас а давайте посмотрим за первый шаг она вывелась в какой-то альфа а потом за какое-то другое количество слов вывелась дубль в тогда давайте посмотрим что у нас может быть пусть у нас альфа это альфа 1 и так далее какой-то альфа 1 причем важно модуль альфа и ты альфа и ты у нас с вами будет лежать в объединение n и сигма то есть это либо терминал либо не терминал тогда из q1 дубль в а мы с вами можем вывести следующую вещь так что секунду у 1 дубль в а и дальше у нас идет последовательность этих символов в обратном порядке давайте я сейчас немножечко такую страшную вещь делать чтобы было упрощение перебора случаев понимаете ли вы что здесь можно поставить так не дать дать не будем так делать давайте я на одном примере покажу если у нас альфа nt принадлежит n то тогда мы можем воспользоваться предположением индукции альфа n выводит некоторая дубль в н да и из этого будет следовать что у нас с вами у 1 альфа n точнее наоборот в н альфа n будет выводить какое-то q1 эпсион эпсион это все будет работать по предположению индукции а если у нас альфа n принадлежит сигма то тогда у нас q1 давайте я тоже напишу вот так вот все таки это соотношение у нас транзитивное поэтому мы можем сказать что альфа в это же вот некоторая дубль в н но при этом смотрите у нас альфа нет так сейчас давайте подумаем можем ли мы так сказать если у нас с вами правила грамматики в принципе да мы можем сказать вот так потому что штопор это наименьшее эффективное сад транзитивное соотношение которое определяется для всех правил поэтому мы так тоже можем писать нам этого никто не гарантия никто не мешал и тогда у нас получается у 1 дубль в н альф давайте обозначу дубль в н выводят у один эпсион эпсион так как это у нас с вами правило грамматики вот единственное тут надо сказать что вот у нас альфа давайте вот тут я напишу такой взумаут зумым сделаем что из альфа это равно альфа 1 и так далее альфа n каждый из которых у нас выводит w1 так далее w м т которое равно эпсион вот это на просто надо будет сказать вот теперь смотрите продолжаем вот эту картинку что равны можете еще раз повторить ой мимо я молодец конечно нет w1 w n равно w вот этому слову сейчас вот так вот да то есть у нас получается из альфа в цв ну как каждый из них терминалов у нас альфа это набор не терминалов или терминалов альфа и тогда из каждого альфа это у нас вот какие-то дубль ваги ты вот поэтому w это у нас набор слов набор слов w1 и так далее дубль в вот и тогда смотрите вот то что мы написали с вами что у нас получается у нас получается с вами что из q1 w n альфа n вводят q1 я писал на все как мы бы не рассмотрели буква это было бы или не буква тогда у нас получается что мы можем с вами по сути давайте я напишу вот так w1 так далее w n альфа n так далее альфа 1 но это можно сделать для любого альфа и то есть для любого любого слагаемого тут можно везде альфа n замените любое к получаем что из этого вот q1 w2 wm здесь у нас получается альфа съедаем получается альфа n так далее альфа 2 и делая так какое-то количество раз мы получим с вами в последний раз q1 wm альфа nt который выводит у один эпсилон эпсилон который вот q1 эпсилон поэтому мы доказали этот факт переход тут надо аккуратненько рассмотреть важный point надо рассмотреть два случая когда у нас в стеке лежит не терминал и когда в стеке лежит терминал когда в стеке лежит не терминал да мы его раскрываем по правилам грамматики и по предположению когда у нас с вами терминал буква мы просто снимаем меня со стака и кладем прочитываем слова если не почти друг у друга ничем не отличаются с помощью трюка да да они именно ничем не отличаются вот смотрите идея простая формально чуть-чуть сложно пишется это был переход в одну это было доказательство в одну сторону и теперь давайте доказательство в другую сторону а значит смотрите теперь мы показываем что если у нас q1 в а выводится у один эпсилон эпсилон то из а выводится дубль в опять же индукция по количеству переходов ну давайте скажем базам давайте подумаем какая-то база с вами будет море может быть давайте напишу вот так вот а принадлежит n объединить сильной но все равно это будет выполнено а тогда база мы за 0 это сделать не сможем да потому что нам нужно а со стека освободить но за один переход мы можем сделать это один переход тогда у нас с учетом одного перехода из этого будет следовать что у нас а так секунду а принадлежит сигма тогда поскольку мы делаем это за один переход у нас получается q1 в а приходим в общем но это делается за одно правило за одно правило мы можем это сделать только по правилу q1 а а равняется q1 из q1 а а мы вводим q1 эпсилон следовательно w равно а и из а мы можем вывести дубль в так как что пара то у нас рефлексивное отношение но это база теперь переход пусть у нас с вами из q1 дубль в а закат переходов q1 эпсилон вот с q1 эпсилон причем к больше единицы тогда можно показать что а будет принадлежать не терминалом почему потому что если бы а был бы терминалом то мы бы его сняли первым правилом со стека а дальше бы мы никуда не под не продвинулись вот я подчеркну значит за один раз у нас если а у нас есть правило альфа 1 и так далее альфа n где у нас альфа к т так альфа к было у нас альфа mt принадлежит объединению н сигмой то мы с вами можем сделать вот такую вот интересную вещь расписать собственно у 1 в а за один шаг у нас с вами получается следующая вещь у 1 в и стек обратной порядке альфа n и так далее альфа 1 да мы перевернули стек вот по второму правилу а теперь нам нужно с вами аккуратненько вот эту вот штучку разобрать то есть у нас здесь получается что мы из этой штуки выводим у 1 эпсиум важно за один шаг мы снимаем что-то со стека 1 элемент со стека из этого на самом деле мы можем сказать что альфа 1 будет выводить некоторое в дубль в 1 альфа 2 будет выводить какой-то дубль в 2 и так далее альфа n будет выводить дубль в альфа альфа почему снимаем второе правило она же кладет не 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 ну всегда мы должны заплатить на вход да смотрите тут я немножко неаккуратно написал давайте я сотру потому что мы что у нас получается у нас есть альфа 1 альфа 2 и так далее альфа n да какие правил какие у нас возможности могут быть то есть либо это терминалы либо это не терминалы ну с терминалами вроде бы все понятно тут важно сказать вот тут есть одна важная особенность то что давайте пусть это у нас вводится в какой-то бета-1 вот это вот какой-то бета-2 а вот это вот какой-то если причем у нас альфа и ты сигма то элемент алфавита то мы в принципе можем сказать что это один и тот же символ давайте я просто покажу вот по аналогии чтобы вы поняли пусть у нас альфа-1 бета-1 причем у нас альфа-1 у нас принадлежит n тогда как у нас будет стек с вами меняться у нас было q1 дубль в альфа-1 и так далее альфа-1 за один шаг у нас что проходит у нас получается q1 дубль в тут альфа-1 и так далее альфа-2 а здесь у нас стоит бета-1 перевернутая и тут давайте я напишу важный момент дождемся пока на стеке останется альфа-1 и так далее альфа-2 то есть будем ждать специально такого момента когда у нас останется только альфа-1 альфа-2 почему такой момент произойдет ну что в конце мы слова выведем да так как в конце мы так как в конце стек пустой стек пустой и мы снимаем ровно один символ всегда вот и тогда мы при обработке этого альфа-1 мы должны прочитать какое-то слово в один да в этом моменте у нас будет получать смотрите q1 здесь какой-то в штрих а здесь у нас будет альфа-1 и так далее альфа-2 давайте я вот тут тоже сделаю такой вот небольшой флешбек аккуратненько сделаем вот это вот красный штопор он приведет вот такому красному штопору а вот вот я показываю очень важно тогда из этого мы можем сказать что существует такое у что в равно увы штрих и важно что из этого что из q1 у альфа-1 давайте я давайте я его специально обозначу это у пусть оно не будет у у нас пусть будет в 1 вот здесь у нас тоже будет в 1 из q1 в 1 альфа-1 у нас будет выводиться q1 эпсилон эпсилон и из этого будет следовать что альфа-1 выводится дубль в 1 да тут очень тонкий момент что нам нужно разгрести вот этот вот стак если нужно почему из в 1 альфа-1 вводится эпсилон эпсилон да давайте посмотрим внимательно вот у нас получается что из q1 в альфа-1 альфа-1 да получается q1 в штрих альфа-1 альфа-2 что это получается у нас альфа-1 со стак улетел улетел да при этом мы взяли за этот момент какое слово w1 то есть у нас получается что w это w1 w штрих мы w1 прочитали остается w штрих понятно давайте я напишу по аналогии альфа-к альфа-к альфа-н-т выводит w-н-т любого м равное 1 и так далее n вот то есть тут аккуратненько надо воспользоваться предположениями индукции то есть вот это вот у нас предположение индукции если что сработал ну и тогда смотреть что у нас получается и того у нас смотрите а выводил альфа-1 так далее альфа-н при этом альфа-к-т выводят дубль в так вот так вот дубль альфа-н-т выводят w-н-т да а в-1 и так далее в м-т это которое мы съедаем оно будет равнять слово w потому что в конце концов мы должны были стек опустить опустошить и из этого у нас выходит что из а мы можем вывести слово w-1 и так далее wm а это равняет слово w давайте я еще раз просуммирую чтобы было понятно что произошло мы на самом деле доказали с вами теорему теперь вкратце по шагам давайте чтобы у нас с вами осталось фиксация как-то доказывается значит мы построили пкс грамматике mp автомат каким образом мы сказали что если у нас встречается какой-то не терминал а то мы берем левую часть этого правила раскидываем закидываем на стек в обратном порядке те элементы которые находились в правой части правила ну и делаем аккуратно значит в одну сторону как мы это доказываем мы посмотрим мы смотрим с вами раскрываем альфа как последовательность не терминалов да и понимаем здесь мы говорили следующее что если из альфа у нас выводится туполь в это почему такое правило грамматики есть ну так сейчас вот тогда мы из альфа вывели какое-то правило то есть у нас из альфа рассматриваем первое правило которое выводит не терминал и показываем что по сути мы можем это не терминал со стека снять а при этом забрав какой-то кусочек вот вот в этом делаем предложение а здесь мы делаем немножко другую интересную вещь в обратную сторону мы говорим окей пусть у нас находится не терминал давайте мы его положим на стек то что у нас происходит и дождемся первый раз момента когда у нас все вот этот символ и с учетом того что что он еще породил выкинется из стека такой момент у нас наступит просто стекла послушаем по одному элементу а и в конце у нас получается стек пустой вот дожидаемся ровно вот этого момента вот видите он красным цветом тут подчеркнут и пользуемся предположением едукс вот как говорится идея простая доказательства формальные формальные неприятные давайте поймем в первом приближении понятно как какая техника тут используется понятно да тут тот 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 тонко главные идеи просто хорошо в итоге мы с вами вроде более-менее доказали что все кс грамматики порождаются некоторыми мп автоматами и наоборот то есть перед классе этих языков у нас совпадают чем мы собственно с вами будем пользоваться а теперь давайте перейдем к следующей теме я думаю сегодня дам так сказать вводную а в следующий раз мы с вами уже посмотрим более детально по применениям точнее начнем доказывать эту историю а значит сегодня наша цель построить еще один более общий парсер который у нас был так давайте сейчас сделаю фитинта печь вот так вот значит идея давайте мы с вами будем сейчас строить парсер который позволяет каким-то эффективным образом не то что эффективным а хоть каким-то способом определить принадлежность слова грамматики а давайте вспоминать какой алгоритм у нас уже с вами был до этого который позволяет проверить принадлежность слова грамматики и 7 шагов вроде это мы использовали грамматику которые которые нужно было для того чтобы прийти к такого вида грамматики началась был алгоритм кока янгера к сами до этого а он требовал грамматику нормальной форме хомского ну а грамматику нормальной форме хомского сама приводится за какое-то дикое количество операций порядка куба что не есть эффективно поэтому нам нужно с вами придумать каким-то образом какой-то алгоритм который позволит работать с грамматикой в любом виде вот и давайте в качестве примера рассмотрим как раз нашу грамматику а с б с правильно скобочек и за свои все и давайте рассмотрим слово дубль в равно а б дать сначала слова а б б как она у нас раскидывается виде дерева разбора она у нас раскидывается виде дерева вывода каким-то таким образом то есть мы и за своим а с б с потом из этого с у нас выводится эпсилон а здесь у нас из с будет выводиться а с б с и вводятся эпсилон вот такое у нас с вами дерево разбора получается для этого слова и давайте проверим возьмем конь слово которое не принадлежит этой грамматике слова а б а идея такая алгоритма которая которая мы с вами будем делать мы с вами попытаемся построить попытаемся делать разбор для всех возможных префиксов на то есть пытаемся по префикс найти в обходе дерево б ну дать начнем вот смотрите мы типа говорим из с окей что мы можем сделать у нас есть только правило а с б с первую букву прочитали отлично потом что мы можем сделать какие варианты у нас есть возможные разобрать давайте я буду их рисовать первый вариант у нас которые будут это у нас возможно а с б с вот сюда прикреплю прикрепляется но почему этот вариант нам с вами не подходят две буквы а вначале да две буквы а вначале то есть в итоге когда вот смотрите представьте себе что у нас есть слово а б а мы начинаем идти в порядке слева направо входе дерево разбора и в итоге в какой-то момент времени мы натыкаемся на проблему что у нас вторая буква б мы должны прочитать букву а тут такая история давайте вот попытаемся подвесить все деревья ну то есть пытаемся подвесить все что угодно а если у нас что-то не проходит мы будем сдирать это шпателем ну да представьте вообще не клеить обои до хреновости кого я наклеили в фигак шпателем обрубили поехали дальше то есть у нас шпатель вот шпатель когда он по сути поймет что ему нужно прочитать букву b у нас этот шпатель обрежет вот это вот дерево вот он поймет что здесь можно поставить правило из с выводится эпсиона хорошо то есть у нас теперь один кандидат отлетел то есть у нас теперь кандидат с а с б с из с раскрывается эпсиона двигаемся дальше а б а это окей это это у нас тоже окей дальше что дальше у нас идет с тут два варианта есть первый вариант вот такой вот а с б с а второй вариант у нас такой а с б с с эпсиона эпсиона вопрос какой случай какой случай почему отлетит вот у нас вот сейчас два варианта есть давайте разберемся почему правый отлетит потому что закончилась да потому что мы на самом деле вот смотрите как мы обходим деревом обходим дерево в порядке dfs вот тут то есть вот такой порядок потом идём вниз поднимаемся по дереву вверх поднимаемся Pike watts поднимаемся вверх поднимаемся верх и по сути когда мы уже хотим прочитать букву а вот это вот мы находимся в дереве разбора здесь и нам вправу уже двинуться никак невозможно а нам нужно двинуться вправо то есть запоминаем у нас есть три порядка входа это в дерево разбора спуститься вниз проскрыть по интерминалу справа и подняться наверх теперь во втором случае смотрите что у нас втором случае происходит у нас мы идем в а тут даже гипотетически если у нас с вами получается эпсилон да то есть мы пытаемся прикрепить нашу вершинку эпсилон окей вроде закрепили даже вроде идем 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 прикрепляем и все а дальше то что а дальше нам надо букву b прочитать то есть наша цель уже подняться наверх мы хотим подняться наверх а мы должны двигаться куда-то дальше то есть хотим сюда ну а вот тут нам мешает вот эта вот фигня этом мы с вами не у нас ничего не получается то есть идея такая которых чем сказать давайте мы попытаемся по всем префиксом держать все возможные гипотетически дерево разбора которые подходят этому префиксу деревья вывода а давайте только поймем вот сейчас текущий реинкарнация алгоритма который я вам говорю это сложно делается какая у нас пока гипотетическая сложность асимптотика правила перебираем ну да каждый раз все правила перебираем пока что экспоненты какая-то дикая выглядит но давайте поймем что какие у нас три операции есть мы на самом деле используем три операции операция 1 дайте их буду стрелочками обозначить значит это спуск вниз где у меня этот доска дайте немножко перенесу операция 1 спуск вниз на 1 2 операция это сдвиг вправо на 1 причем тут важно сказать что мы сдвигаемся на один терминал здесь мы упираемся уперлись вне терминал есть третья операция давайте я обозначу зелененьким цветом поднимаемся вверх ну поднимаемся вверх на единичку закончилась ветвь то есть у нас получается три таких операций и теперь давайте подумаем на нужно ли нам хранить все дерево целиком разбором для этого надо вспомнить как dfs реализовывается вроде как не нужно нужно хранить только суффикс слова и все но ну да ну смотрите я даже скажу в том что когда вы идете в вершины в порядке dfs да либо вы это делаете рекурсивным способом либо в dfs реализовывается через так для того чтобы у вас так работал вам нужно знать только где мы находимся на уровне выше то есть из dfs как расследует то что нам нужно по сути хранить где мы находимся на текущем уровне и куда нам вернуться на уровень выше и давайте мы будем с вами это отсекать при помощи инструмента под названием . вот давайте я сейчас как раз на этом правиле вам пока на этом на этом дереве покажу смотрите только тут единственный финт ушами который нужен чтобы это работало нам нужно давать одно правило грамматики чтобы все было точно точно смотрите добавляем новые правила грамматики из-за штрих выводят с вот оно важно а и теперь смотреть чем мы делаем ставим точку сюда я буду таймстэмп поставить вот это . в нулевом там таймстэмпе потом мы идем в при помощи красной операции напоминаю что мы поддерживаем все деревья разбора да мы идем сюда у нас вот эта . в таймстэмпе 1 потом мы двигаемся вправо на единичку так давайте я так это не право вправо на единичку таймстэмп двойка и давайте я еще дополнительно для этого сделаю проекцию всего слова а б а б вот смотрите давайте посмотрим где у нас точки находятся у себя и у родителя то есть вот этот м2 значит таймстэмпе в таймстэмпе 1 родительская . у нас дате я буду обозначать красным цветом родительская . находится здесь в позиции слова а наша . находится тоже здесь это позиция 0 вторая история которая во втором во втором таймстэмпе скажите где будет находиться родительская . где мы где будет находиться текущая точка родительская слева текущие после буквы так таймстэмп 3 таймстэмп 3 . у нас будет находиться здесь но если что через эпсал мы не перескакиваем вот это такая где у нас здесь положение будет родительской относительно текущие текущая после маленькой буквы до четвертый момент времени точка будет находиться вот здесь вот опять же называем себя и родительскую после без твоя родительская между а и б не смотрите вот наша наша вот наша находится она между а и б а родительская находится до а и смотрите какая закономерность с вами на самом деле у нас уже чуть-чуть прослеживается родительской дома ну нет родить не смотрите родительская . мы смотрим . в дереве вывода у родить у родителя где она находится нам же нужно хранить этот инвариат и смотрите как что мы с вами замечаем первое замечание такое что когда мы спускаемся вниз у нас красная . зеленый синхронизируется ой красная . с черной родительской а здесь они немножечко рассинхрон идет то есть когда у нас идет сдвиг вправо у нас идет у нас . справа двигается наша . двигается а когда поднимается наверх тут чуть-чуть сложнее мы это разберем давайте 5 5 момент времени где точки у нас с вами будут находиться где точки у нас с вами будут находиться после б а 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 так шестой момент времени мы спускаемся с вами И получается, поскольку мы спускаемся, у нас красная точка и черная у нас синхронизируются. Красная – это родительская, parent, черная – это наша. В седьмой момент времени мы идем по букве А. Поэтому у нас с вами черная здесь, красная здесь. Дальше момент 8, мы опять же спускаемся. То есть у нас вот это… Так, давайте я буду номеровать 6, 7, 8, потом мы поднимемся вверх. Это 9, 10, 11, 12 и 13. Следите за махинациями. Значит, тут зеленое, тут красное, тут. Давайте я справа буду писать. В девятой точке у нас красная тут. Ой, черная тут. Красная у нас, получается, будет после B. Потом, в десятый момент времени у нас получается А, Б, А, Б, красная тут. Точнее, черная тут, красная тут. Тут еще важно, что мы забыли нарисовать еще один шаг. Получаем 10,5. Синхроненный, в котором у нас, ну, опять же, должны синхронизировать красную точку и черную точку. Шаг 11. У нас А, Б, А, Б. Черная тут, красная тут. Вот, 11-я, красная тут, черная тут, красная тут. В двенадцатом шаге, смотрите, что у нас происходит, интересная вещь. А, Б, А, Б. Черная остается на месте, а красная поднимается сюда. Видите, черная остается здесь, а красная, она тут. И в тринадцатом шаге у нас получается А, Б, А, Б. Вот, смотрите, тут черная, да, у нас с вами точка. Ну, а родительскую давайте пометим вот сюда. Смотрите, что у нас получается. То есть при помощи точек, да, причем очень важно заметить, что есть некоторая закономерность, которую мы можем заметить. Давайте я сейчас ее попытаюсь показать вам. Давайте 12-е правило посмотрим, да, каким образом мы его получили. 12-е у нас получилось из 11-го, да, вот из вот этого вот. То есть мы 12-ю подняли, и посмотрим еще пятую. Пятую позицию. Давайте заметим общую закономерность у 11-го правила, ну, у 11-го состояния и у 5-го состояния. Кто видят общности? Там типа разделяют на одинаковые слова. Не, 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 но это случайное совпадение. Нет, давайте посмотрим позиции точек. В 11-м, смотрите, где совпадение идет у нас с вами. У 11-го, у 5-го. В середине? Да, смотрите, в середине у 11-го красная точка совпадает с 5-го черной точкой. И это не случайность, да. При этом у 5-го и у 12-го красные, то есть смотрите, с 5-го на 12-й переносится красная точка, а с 11-го на 12-й переносится черная точка. Вот. И на самом деле это не случайность, это закономерность. В следующий раз мы с вами построим правила, которые у нас есть. Мы введем вот такое понятие. То есть на самом деле вот эта вот история, вот давайте пятая, мы сможем закодировать вот таким образом. а с точка б с, здесь мы указываем красную точку, давайте для этого я напишу 0, а здесь мы будем писать черную точку, принадлежит D2. Вот. D2 это значит, что красная точка стоит на вторую позицию. 0 это значит, что красная точка стоит на нулевой позиции. А 11-е состояние у нас перепишется так. S, A, B. Точнее смотрим, где у нас 11-е правило находится. Это у нас, смотрите, A, S, A, S, B, S точка. Точку черную пишем. Дальше смотрим, красная точка находится у нас с вами в позиции 2. А здесь у нас идет принадлежность D4. Вот. И при помощи как раз вот этого механизма, то есть вот этот механизм, оно основывается на каком-то дереве, а здесь у нас остается зависимость только от правил. Вот. В следующий раз мы с вами запишем правило и начнем, собственно, при помощи этих правил манипулировать. Там как раз будет 3 операции. Опуститься, передвинуться и подняться. Вот. Извините, что я чуть-чуть задержал. Давайте задавайте вопросы. Потому что мне кажется, что есть, могут быть вполне непонятные вещи, которые у нас сегодня были. Что-то все взяли, просто вышли. Ладно, тогда всем хорошего дня. Вот. И не болейте, всем здоровья. А, что мы хотим в итоге сделать? А мы в итоге хотим слово разобрать. Мы хотим проверить, что слово лежит в грамматике. Если не лежит, то какое дерево вывода у него. Мы сейчас на одном примере разобрали, как гипотетические дерево разбора разложить в последность правил.